Сегодня, действительно, на этом месте можем вот так вот свободно собираться, славить нашего Господа, свободно проповедовать Слово, никто нас не гонит. И, знаете, будем это ценить, правда, будем просто дорожить этой возможностью, потому что мы знаем, что это будет так не всегда, поэтому пока время открытое, такое свободное, слава Богу, мы будем в Доме Божьем в воскресенье, правда? Кто помнит, о чем мы говорили в прошлый раз? Что было в центре вообще нашей проповеди? О Библии, совершенно верно, о Слове Божьем, о Слове Божьем. И у меня просто такое, как напоминание к вам, мы говорили о том, что Библия, действительно, она имеет авторитет, это не просто книга, это книга Бога вдохновенная, вдохновленная Господом Богом, Духом Святым, да? И мы читали стих такой, в котором сказано, что Слово Божье живо и действенно. И сегодня мы будем говорить о том, как Слово Божье действует в жизни людей. И мы начали немножко говорить о том, что одна из главных таких функций, то, что Слово Божье, оно созидает нашу веру, правда? То есть вера от чего? От слышания. Слышание от чего? От Слова Божьего. Нам когда-то кто-то засвидетельствовал, кто-то сказал о спасении. Если бы мы не услышали, если бы за нас не молились, если бы благая весть не достигла наших ушей, то вряд ли бы мы вообще пришли к Богу. То есть вера, она растет и крепнет именно тогда, когда человек слышит Слово, погружается в Слово. Мы говорили о том, что Слово Божье, оно проверяет просто нашу любовь. Потому что Господь говорит, если ты любишь Меня, но заповеди Мои не соблюдаешь, если ты их не знаешь, если ты их игнорируешь, в чем тогда твоя любовь? То есть это одно из условий наших отношений с Богом также. Если мы почитаем Его Слово, Его законы, Его пожелания к человечеству, тогда действительно мы проявляем таким образом почтение и любовь к нашему Господу. И сегодня я хотела бы начать просто с такого вопроса, задать его. Вот в вашей жизни персонально, как действовало Слово Божье? Каким образом вы можете сказать, вот Слово Божье в данной ситуации, оно действительно что-то мне показало, вывело, воздействовало так, что действительно я видел, что оно живое. Это не просто так, что вот я прочитал интересную книжку, произошла там трансформация ума или какое-то, но я понял, что это Слово Божье. Оно действительно вот так вот воздействовало на меня, на обстоятельства, на характер, может быть, на другого человека. И вы можете это подтвердить. Были ли такие ситуации в вашей жизни, когда вы видели, что Слово Божье сделало свою работу? Друзья, может быть, в ваших молитвах, может быть, в ваших каких-то провозглашениях, когда вы взяли это обетование, и оно действительно просто исполнилось. Я знаю, что у вас было миллионы случаев, но кто, может быть, хочет засвидетельствовать? Олег, ну давай, расскажи. Я благодарен за Слово, благодарен Господу за то, что я видел много исцелений, особенно со мной. У меня было и давление высокое, и были проблемы со здоровьем. И Господь, Он исцелял через Слово, обращаясь к Господу, Он чудесный. У меня были случаи, когда я был болен, и на работе я не мог идти на работу. Никто мне не мог. Сказали, что сегодня выйди на работу, завтра уже мы тебе подмену найдем. Сегодня нет, выйди. Я вышел вот такой... Выбрал лекарство, которое называется Божье Слово, и выпивал оно, да? Да, молитва. Молитва и Господь. И вы знаете, это работает очень сильно. И я пришел на работу, просто сел и говорю, тот не пошел со мной, тот не пошел. Господь, ну ты меня не оставишь. Это было... Я перед вами говорю и перед Господом. Это было сверхъестественное. Это было сверхъестественное. Я закончил работу, я мог идти еще на работу. И Бог дал силы, да? Да, и силы. Я даже не заметил, как это вот закончилось. Очень... Я благодарю Его. Каждый день это еще одно свидетельство о том, что Он есть, что Он живой, прекрасный, любящий Отец. Спасибо Ему. Аминь. Слава Богу. Спасибо. Да, Наташа. Аминь, вы знаете уже эту историю с этой книгой, которая у нас есть в церкви, в которой люди пишут свидетельствования, которую мне дала Валечка. Мне даже стыдно сказать, что месяц назад. И эта книга лежала на стуле, и я забыла про нее, даже не знала, что это. А в прошлую неделю я вдруг обнаружила эту книгу и говорю, Господи, как мне стыдно, что человек мне дал это, доверил. Это все-таки наша церковная вещь такая. И я так до сих пор не прочла и ничего не написала. Я ее прочла все, и что вы думаете, я никак не могла сесть и написать, хотя уж у кого, а у меня миллионы свидетельств. И вот так эта книга опять лежала неделю. Я сказала Лене в прошлый раз, что я обязательно напишу, и, наверное, специально Господь сделал так, что я ее до сих пор не принесла. И вот я вам хочу сказать, что я дала маме свои слова, что я все-таки буду читать Библию. И я взялась, я начала читать, и, наверное, покажется странным и смешным, но я начала с последней главы. Я прочитала последнюю главу и потом сказала себе, ну, сегодня я начну читать, почему я хочу, я начну с притчи Соломоновых. Мама мне всегда говорит, что это так здорово, так интересно. И я начну оттуда. И вы знаете, я открыла книгу, просто подложить ее под тетрадь, вот так вот, где-то открыла. И сегодня сыну своему свидетельству, Максим, ты веришь, я не открыла ни на какой другой главе. Просто одним махом открылась Библия на притчах Соломоновых на этом месте. И прочитав это, это меня так вдохновило, я поняла, что Слово Божье, любое это все, это живое. Оно живое. Вы знаете, я писала в эту книгу, и я думаю, что это была глава из моей жизни. И мне хотелось писать и писать, я подумала, ну, я же не могу писать. Мемуары. Мемуары. Но я, это действительно истинное свидетельство, как работает. Я прочла буквально всего лишь несколько глав этих притч Соломонов, но как, как мама сказала, что проси Духа Святого, чтобы был тебе даден, а только тогда ты сможешь либо что-то свидетельствовать, либо что-то понять. И так и случилось. Слава Богу, слава Богу, да, прекрасное свидетельство, да. Я хочу сказать, да, Валюша, недаром сказано, что мы побеждаем врага силою крови Иисуса Христа, силою свидетельства нашего, да. Сказано Словом свидетельства, в более расширенном переводе сказано Словом, конечно же, вот Словом Божьим и нашим свидетельством. В этом есть победа, в этом Великая Победа. Да, Валь? Ну, ты как бы мою рассказала мысль, но я хочу сказать, когда я уверовала, что было для меня интересно, и вокруг меня я начала сзади читать Библию, потому что я не знаю... С конца, да? Да, и мне говорят, почему ты стала читать сзади, а не спереди, я говорю, не знаю, вот так мне вот как-то захотелось, внутри повело меня. Хочется знать сразу, какой будет конец. Наверное, и когда я как бы прочитала откровение, мне так это вело, думаю, вау, такая история, так все реально. И не пошла я вперед, а пошла в Псалмы. И когда я поняла, что Псалмы – это славя Бога, сила, и действительно, мне было откровение, что ты проходишь как бы через Божье Слово, и ты засвидетельствовал это сильно оружие победить это все, как и в моей жизни тоже было. Это за исцеление молились, и церковь молилась, и я молилась, и когда я это проспросила, когда я засвидетельствовала, это была печать, действительно, Бог исцелил. Это сила сильная, это сильное оружие свидетельства, прославления Господа и победа в Господу. Да, друзья, Псалмы Давида – это же и есть свидетельство его жизни, да, то есть все его переживания, все его страхи, все его доверие Богу, он там просто это вылил, это все, да, и, конечно же, прославление Бога. И мы сейчас прошли тысячелетия, мы этими Псалмами вдохновляемся, утешаемся, мы видим, что Давид проходил то же самое, да, все истории предательства, одиночества, отверженности и так далее. И то есть, насколько сильно это Господь позволил, чтобы действительно вот жизненный опыт царя Давида, да, он влек на эти страницы, и мы до сих пор, мы черпаем оттуда силу. Но действительно, вот мы говорили о том, что Дух Святой, Он не позволил, чтобы за эти тысячелетия что-то убавилось или прибавилось из Библии. Он держал вот в этой полноте действительно Слово Божие, Ветхий Новый Завет, и до сего дня мы знаем вот эти кумранские свитки, мы говорили об этом в прошлый раз, что это самое-самое древнее издание, скажем так, Библии, ну, Ветхого Завета, да, которое существует на земле больше двух тысяч лет, и оно нисколько не отличается от современной Библии, которую мы читаем. То есть, английское слово preserve, да, Бог сохранил, сохранил, обеспечил сохранность вот слова, оно действительно до сего дня, оно такое же, как и было ранее, и оно работает с той же силой. Ещё кто-то хочет засвидетельствовать, Раиса Григорьевна, ну, скажите, только по-огромче. Я хочу засвидетельствовать, что с первого дня, скоро будет 25 лет, как я возродилась свыше, и с первого дня, как я начала читать Слово Божие, оно так сильно легло в моё сердце, что я до сих пор не перестала, я читаю его, потому что это хлебка, хлеб, вот Иисус говорит, что я из хлеба в жизни, это на самом деле. И он меня очень сильно изменил, изменил мой характер, научил меня любить, верить, прощать, благословлять, быть милосердной, сострадательной к людям. Всё это есть во мне, но я очень рада, Господи Божий, за то, что Бог призвал моих детей. Очень-очень благодарна. Ну, как же не радоваться, действительно. Счастливая мама, у нас сегодня здесь счастливая мама. Да, на протяжении всех этих лет я молилась, приходили они, уходили они, но там написано в Библии, что если человек не хочет, то за него и молиться не надо. Я сказала, Господи, это моя карабиночка, я буду за них молиться столько, сколько смогу. Слава Богу. Слава Богу. Бог услышал меня, и я верю, что Он хочет их сделать своими детьми, как и я, дитя позже, чтобы мы были все умеющими. Конечно, конечно, однозначно. Я очень благодарю Бога. Да, Лема, хотите сказать... А как же без меня? Я хочу без меня. Ну да, говорите, говорите. Я хочу сказать о псаломах. Я тоже начинала учить... Псалмов, ага. Вы знаете, я когда приехала сюда, у меня там непонятки с документами, я боялась, это признаться, православному священнику, Царству Небесное. И меня, это, и попросилась к Рабаю. Он меня не знает, и это. Ну я это все поиспобедала, ему, он все выслушал и сказал, что это не обман, что это обстоятельства так сложились. И дает мне псалтыр, Таилим. Знаете, там написано, наоборот, говорит, читает. Ну что ты хочешь? Я говорю, ну хотелось бы, чтобы дочь приехала сюда. Вот я уже скоро год здесь. Слушайте, я эту, этот Таилим, эти псаломы не прочитала еще до конца, как моя дочь бы еще была грима. Я читала, ничего не понимала. Поверили просто, поверили Равину и стали читать. Он говорит, эта книга поможет тебе. Ну вот, пророчески, пророчески он просто в вашу жизнь сказал, так оно и получилось. Спасибо Богу. Всегда сегодня сын летит из Сингапура. Ой, так страшно, он боится полетов. Я говорю, 90-й псалом. Читай, да, да. Приехал. Вот, 90-й псалом, действительно. Спасибо, спасибо, Ленечка. Спасибо Богу. Скажи тоже. Когда я вышла замуж на моего мужа, он рассказал историю своей семьи. Оказывается, что они потомки генерала Ли. То есть генерал конфедератов, которые сражались за рабовладельцев. И вы знаете, чем это закончилась война. И никто не знал, но, в общем, правительство отобрало у генерала Ли, у всех его родственников, землю, которая им принадлежала. И там сделали кладбище. То есть эта земля никому не принадлежит, только кладбище. И такое проклятие легло, проклятие нищеты, знаете. И когда я это узнала, я просто помолилась Богу. Я вот только пришла к Господу, только вот узнала о Нем. Но я знала, что Он прощает грехи. И я просто, ну, помолилась и сказала, Господь, я приношу вот эту семью, Твоему престолу. Я молюсь за них. Я молю тебя о том, что они не ведали, что творили. И как бы, ну, вкратце, да. И все, и сказал, вы имя Иисуса Христа, аминь. И так, с легким сердцем села, открыла Библию на Исфиль. И там написано, что Исфиль пришла к царю за свой народ. Что она там рассказала и... Походатайствовала. Да, походатайствовала за него. И царь простил. Все. Откровение... У тебя все срослось. У тебя все срослось. Взрыв такой. Господь меня услышал, мою молитву. Да, Он подтверждает. Он меня простил. Я как Исфиль пошла и походатайствовала. Видимо, это не было сделано просто. Да, да. Никто это не делал. Такая радость напомнила. Знаете, я просто скакала, хохотала, бежала, хлопала в ладоши. Но это была сверхъестественная радость. Да. И легкость. И просто я потом позвонила и своей свекрови, рассказала, что я испытала. Вот, конечно, она тоже поблагодарила. Никому, видимо, не пришла в голову эта идея просто покаяться за предков. Да. И тут ба-бах, взрыв. Ну, то есть я почувствовала, насколько живое слово и насколько Господь отвечает. Ну, просто я помолилась так, пять минут заняла. И я даже не пыталась вот, ну... Ты вот открыла на уга Библию? Вообще, да, Духом Святом. Просто взяла, открыла, чтобы просто почитать. И именно там. И именно на этом месте. То есть я сразу услышала подтверждение, ответ, что Господь меня услышал и что Господь принято. И покаяние принято. Да. Вау. Действительно, друзья, вот это сверхъестественно. Это сверхъестественное воздействие Духа Святого и Слова Божьего. И в христианстве есть понятие завестительное покаяние, да. То есть когда мы приносим в покаяние, может быть, какие-то известные грехи наших предков, прародителей. Может быть, даже нашего народа. У нас представители здесь и украинцев, и русских, да, евреев. И у нас были молитвы, когда мы каялись просто за какие-то вещи, которые были сделаны. То есть это очень-очень важно. А если вам открывается, что в роду что-то есть, да, то это действительно очень полезно сделать. Ну вот удивительно, что Бог подтвердил, да, как бы через Слово Своё. И после этого было присутствие Святого Духа, да, конкретно. Огромная радость. Я вот не такая, не эмоциональная. А тут накрыла, да? Я очень спокойная, фрикматичная, фрикматичная. Чтобы я скакала от радости, это нужно было что-то такое случиться, действительно, сверхъестественное. Да, то есть и Слово, и Дух как бы подтвердил всё. Окей, друзья. Ну и сегодня вот мы поговорим, как же Слово Божье может воздействовать в жизни человека. То есть первое, если вы где-то записываете, где-то себе черканите, это вера. То есть формирует нашу веру. Второй пункт – рождение свыше, возрождение, возрождение, новое рождение. В Писании сказано, кто сегодня запишет, это не в Писании сказано, это я говорю, кто сегодня запишет больше всех номеров стихов, которые я говорю, тот получит приз. Так что хотя бы пишите номер стиха и глава из Библии, чтобы вы знали, где это написано. Так вот, Иакова 1, 18 написано. «Восхотев, родил Он нас Словом Истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Вау! Он родил нас через Своё Семя, через Семя Слова Божьего, как я сказала в начале проповеди. Пока мы не услышали Слово, пока мы не услышали, что сделал Иисус Христос, что мы все грешники, что нам нужно покаяние, пока это Слово не вошло в наше сердце, не достигло нас, о каком рождении свыше может идти речь. Точно так, как семечко помидора никогда не произведёт яблоко, точно так же Слово Божье, Семя Слова Божьего только может возродить нашу мёртвую, старую, вот эту stinky nature, оно может преобразовать и дать нам рождение свыше, то есть духовное возрождение. То есть человек слышит Слово, он принимает, оно входит в него, в его сердце, и Слово Божье – это Семя Божественного происхождения. Когда мы говорим, мы рождённые люди свыше, мы возрождённые. Почему? Потому что та жизнь, которую нам дал Господь, то Семя, которое Он нам дал, оно принялось по вере нашей, то есть мы поверили, мы приняли его в сердце, и оно теперь будет отражать природу Бога. Значит ли, что всё старое у нас умерло? Конечно, нет. Но Иоанна 3,9 сказано, «Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что Семя Его, с большой буквы, пребывает в нём, и Он не может грешить, потому что рождён от Бога». То есть то Семя, если мы его поливаем, если мы его взбахиваем, если мы не даём украсть Семя Слова Божьего разным птицам, да, или бесам, или дьяволу, оно прорастает, и получается, что человек, он уже не хочет грешить. И были такие случаи, когда человек рождался свыше, уверовал, его отрубало в один момент от курения, от героина, от алкоголя, от разных зависимостей. У кого-то это был длительный процесс, но были такие вещи, когда действительно вот это сверхъестественное принятие Семя Слова Божьего, оно производило внутри какую-то такую работу, что человек, который, например, был, ненавидел кого-то, он в один момент, он проникался такой любовью к своему врагу. Что это? Это действие Духа Святого и Слова. Слово, вот это Семя, нетленное, оно дает нам жизнь. И смотрите, сказано, что в нас еще остается ветхая натура, потому что мы живем здесь во плоти, в человеческой. Но ветхий человек, он должен быть подчинен нашему Духу. А духовный, новый человек, вот эта вот натура, которая рождена от Духа Святого, от Слова Божьего, она должна главенствовать в нашей жизни. Если наоборот происходит проблема, проблема тогда, да, и мы должны не позволять вот этому ветхому нашему старому характеру, всем вот этим эмоциям, обидам, злости, агрессии восставать. Но нового человека мы должны укреплять. Вот для этого, друзья, вы здесь и сидите. Вот для этого мы и читаем Слово. Вот для этого мы и молимся, и общаемся друг с другом, чтобы наседать, поддерживать, чтобы новый человек, это, знаете, как в фитнесе, чтобы он становился сильнее, наши духовные мускулы становились крепче. Окей, то есть второй пункт, первое, для слова дано, слово воздействует и формирует веру. Второе, рождение свыше, невозможно, без слова, без семени Слова Божьего. Третье, питание, питание, наше духовное питание. Представим маленького ребёночка, которого мама родила и оставила где-то на скамейке, там, в парке лежать, да, или бросила где-то. Долго ли это дитя проживёт без молока? Долго ли дитя проживёт без питания? Вот почему так важно, особенно, когда человек приходит к Богу, не забывать питать нашего духовного младенца, потому что духовный рост, он тоже идёт постепенно. И Писание, первое послание Петра, вторая глава, первый-второй стих. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Друзья, кто наблюдал, как дитя, он ищет вообще бутылочку или мамину грудь, как он просто, он готов, я не знаю, головой это вот так вот болтает, но настолько жажда молока, потому что в этом жизнь для него. И Господь говорит, что как новорожденные младенцы, возжажьте, возлюбите словесное молоко, дабы возрасти во спасение. Excuse me? Разве мы не спаслись сразу? Разве уже Господь не поставил галочку? Оказывается, спасение, оно продолжается. Это процесс, и Господь говорит, дабы от этого молока возрастать вам во спасение. Когда Иисус был искушаем в пустыне дьявола, и дьявол искушал ему, и дьявол предлагал ему все блага и богатства этого мира, Иисус сказал, не хлебом единым жив человек, но чем? Всяким словом, исходящим из уст Божий. Запишите себе, Матвей 4,4. На все искушения дьявола он говорил, написано, и он цитировал слово, Ветхий Завет, написано, на каждое искушение он словом парировал, он обрубал просто его. И мы знаем, что дьявол отступил от Иисуса, а Иисус укрепился Духом Святым и пошел в силе Духа Святого. И с этого момента началось его служение. Вы знаете, интересно, не хлебом единым, такая пословица, которая известна даже в мире, не хлебом единым будет жив человек. Но в нашем атеистическом обществе никто не добавлял, что всяким словом, исходящим от Бога, да, никто не добавлял вторую часть. Но я вам хочу сказать из личного опыта. Если вы вступаете в пост, и если вы во время поста не читаете слово, и не укрепляетесь словом, гарантия, что вы сорветесь или выйдете раньше из поста, или пост будет непродуктивный, стопроцентно. И это действительно дай аминь. Ты начинаешь читать слово, когда ты в посте, и все вот эти вот, знаете, ваши желания покушать, попить, они просто подчиняются, они просто где-то там, знаете, укладываются, и они не давлеют над вами. То есть такое впечатление, что ты читаешь Божье слово, и ты реально кушаешь, ты начинаешь насыщать свой дух, и я понимаю этот процесс, что просто дух, он становится выше плотского желания голода физического, и он побеждает этот голод. И это, это, это чудесно, это чудесно. Вы знаете, был такой служитель, который построил очень много сиротских приютов в Англии, Джордж Мюллер. И интересно, что этот человек, он вообще жил до такой степени по вере. То есть у него происходили, ну, сверхъестественные чудеса. Он собирал этих сироток по улицам, по этим канавам, ему надо было чем-то кормить этих детей. И у него было такое, что просто приезжали состоятельные люди, привозили фургон хлеба, или цистерну молока просто. Ну почему это происходило? Просто потому, что Бог им проговорил, вы знаете, что он за год перечитывал Библию от корочки до корочки не меньше трех раз. Друзья, кто из нас за год перечитывает Библию полностью? Далеко не каждый. Но этот человек настолько был в слове, вот настолько действительно дух его был сильный, дух его был посвященный, дух его был напитанный словом. И вот из-за этого происходили и чудеса эти сверхъестественные. Поэтому вера, рождение свыше, духовное питание. Но что хочу сказать про духовное питание? Иногда мы так тормозим на молоке, что уже Господь приготовил что-то и потверже, но мы как бы вот хотим где-то оставаться еще, знаете, на такой, на детской кухне, знаете, на молочном питании. И вот интересно написано в Писании евреям 5 глава 12 стих. «Ибо судя по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец, твердая же пища, свойственна совершенному, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Знаете, какое вот точное описание даже современного христианства, потому что многие люди имеют Библию, друзья, да в каждом доме, наверное, Библия. Но, как говорят, лучше одна Библия в руках, чем 10 Библий на полке. А у нас, к сожалению, так и происходит. Когда мы смотрели это видео, присылка Библии вообще в церкви, в Китае или в какой-то стране, или в Северной Корее, как эти люди, они становятся на колени, не плачут над этими Библиями, потому что это запрещено, это настолько ценная книга. У нас же в доме Библии, ну, уйма. Но лучше пусть одна Библия будет, но она будет действительно каждый день настольной нашей книгой. Она не настольная, но мы действительно будем питаться от нее, чем у нас будет их много стоять на полке. И, как я сказала, что многие люди слабы, и нет ни чудес, ни ответа от Бога, ни ответа на молитвы, только потому, что мы слушаем все подряд, все подряд, разные теории, разные, я не знаю, какие-то, может быть, тренинги, конференции, все что угодно. Но вот Слово Божье, Слово Божье, насколько мы его вкушаем. То есть, вот остается эта слабость, младенчество, незрелость только потому, потому что нету еды, нету нормальной еды, да. И получается, что люди, которые сами Слово не вкушают, не стоят в нем, да, они не могут и других направить, направить на путь истинный. И проходит время, и эти люди все равно считают, что все как бы вокруг обязаны или что-то такое. Но Господь говорит, ты уже должен становиться...